Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как психологически долгое одиночество девушки-женщины более 10 лет сказывается на личности женщины? На ее поведении и происходит ли деградация личности? Как не утерять женскую привлекательность и суд? Психологически долгое одиночество девушки-женщины может сказываться на личности по-разному. Но у вас очень некорректно поставлен вопрос. Дело в том, что прямой корреляции личности и одиночества нет. То есть, как бы, ну, вот именно влияние, влияние одиночества на личность. Негативное, нет. Кроме того, некорректно личность женщин. То есть, личность, это все-таки относится больше к общечеловеческому аспекту. А женщины, это больше гендерная модель поведения. И если мы говорим о гендерной модели поведения, вот, о том, как оказывается одиночество на гендерной модели поведения, то мы не говорим об одиночестве как таковом. Мы говорим об одиночестве с точки зрения отсутствия отношений романтических. То есть, понимаете, да, не точно очень вопрос поставлен здесь. Потому что одиночество социальной девушки-женщины и то, как это сказывается на ее личности, это одно, а отсутствие гендерного взаимодействия, это другое. Так вот, в общем и целом, просто аспекты гендера может просто утрачиваться. Вот. Деградация личности терми... Фраза здесь неприменима к ситуации, потому что деградация личности не происходит. Ну, вот. А поведение просто становится, так скажем, не гендерным. Вот. Это все. То есть, отсутствуют такие истории, как флирт, кокетство, заигрывание и так далее. Вот. Как не утерять женскую привлекательность и суть? Ну, опять же, довольно странный вопрос. То есть, вам здесь желательно стремиться к тому, чтобы быть женщиной не для мужчины какого-то, да, для себя, чтобы вы себе нравились. В первую очередь. А во вторую очередь, если вам кто-то нравится, да, ну, не бояйся, не бояйся проявлять симпатию к этому человеку. Вот и все. Ну, каким угодно способом. Не важно, что это за способ. То есть, это флирт, кокетство, какое-то общее дело и так далее. Вот. И еще вопрос касается реализации вашей. Дело в том, что если мы говорим, например, о крепких отношениях, именно крепких, если мы говорим, то в первую очередь мы говорим о том, что между людьми есть что-то общее. Чтобы было что-то общее, нужно это общее выстраивать, а это уже ваша ответственность. То есть, иными словами, вот вы встретите мужчину, да, о чем вы с ним будете говорить. На одном гендерном поведении отношения не построить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok